Чудотворный образ мирового масштаба. В храм преподобного Сергия Радонежского прибывает мироточивая икона Божьей Матери умягчения злых сердец. Прихожане молятся, преклоняются и верят. Так уходит чувство вражды и появляется внутреннее успокоение. Часто люди обращаются с просьбой, с молитвой, чтобы она умягчила злые сердца. В нашем мире много зла, и люди нуждаются в добрых словах, нуждаются именно в любви. История чуда начинается с 98-го, когда образ приложили к мощам Матрёны Московской. С тех пор икона источает маслянистую благоухающую жидкость, которая обладает целебными свойствами. Именно поэтому её называют мироточивой. Все, кто преклоняется к лику, получают духовную помощь при различных заболеваниях или сложных жизненных обстоятельствах. Мы сегодня молимся Божьей Матери, преподобному Сергию Игумену Радонежскому о том, чтобы над землёй и над нашей был мир, чтобы Господь благословил всех нас. По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима чудотворная икона прибывает и в собор Александра Невского, где продолжается строительство. Здесь проходит молебен, после чего верующие преклоняются к святыне. Настоятельница монастыря святых жен Мироносец отмечает – самое сокровенное желание – скорейшее открытие храма. Икона имеет свой дом в Москве, небольшая церковь построена для этого образа специально, но там она редко находится, потому что постоянно путешествует от Калининграда до Сахалина, от Австралии до Соединенных Штатов Америки. К нам пришла самая главная любовь – любовь Царицы Небесной, которая возрела на наш город, на нашу обитель, на собор Александра Невского, который мы с такими трудностями и испытаниями строим. Поэтому для нас это величайшее историческое событие. Вера не угасает. Дальше икона отправляется в Крым, потом в Калининград, Таганрог и Брянск, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к духовной радости и попросить о самом сокровенном. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.